Музыка На территории 9 муниципальных образований Амурской области идет строительство 12 новоквартирных домов для переселения жителей из аварийного фонда. На востройки возводятся в Благовещенске, Новобурейском, Талдане, Свободном, Сковородине, Екатеринославке, а также на станции Аргаси Рыжевского района и в селах Чигири и Волково Благовещенского. Помимо этого до конца текущего года планируется начать строительство еще 16 жилых зданий. В Благовещенске, Сковородино, Ерофеи Павловичи, а также в Мухинском Октябрьского района и Соловьевске Тынинского округа. Правительством России принято решение о выделении региону 415 миллионов рублей на компенсацию роста стоимости стройматериалов. Напомним, 10 муниципалитетов Преамурья полностью завершили переселение жильцов из аварийных зданий, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Близок к финалу данного процесса и Белогорск. Для комфорта жильцов до конца 2022 года в Благовещенске станет на полсотни благоустроенных дворов больше. И это только по инициированной дальневосточным полпредом президента страны Юрием Трутневым программе «Тысяча дворов». В областном центре уже завершены запланированные преображения 30 общественных территорий. Ремонт еще 10 дворов закончится на текущей неделе. Шесть площадок планируется сдать до конца октября, а еще четыре в ноябре. Специализированная площадка для торговли дровами появится в районе ВДНХ Благовещенске. Такое поручение дал мэр Олег Имамеев после беседы с продавцами. В настоящее время машины, груженные березовыми, сосновыми и прочими дровами, как правило, стоят в парковочных карманах улиц Театральной и Заводской. Мало того, что они занимают место, так еще и создают помехи движению автотранспорта. Глава города предложил организовать централизованную точку продажи дров на месте торгового павильона по адресу Театральная Литейная, который демонтируют на следующей неделе. Художественная галерея на фасадах многоэтажек. Глава области Василий Орлов предложил использовать опыт Петропавловска-Камчатского по созданию нового имиджа города. Там, в рамках фестиваля уличного искусства, на стенах жилых высоток появились художественные панно. Аналогичные, кстати, есть в Благовещенске и Свободном. В тынде, по мнению губернатора, художники могли бы создать муралы на тему предстоящего 50-летнего юбилея начала строительства БАМа. При соответствующей подсветке они станут еще одной достопримечательностью города. В Преамурье появились первые обладатели профессионального звания, заслуженный работник физкультуры и спорта Амурской области. Учрежденные в 2021 году наградой отметили 10 ветеранов спорта. Среди них тренеры, руководители спортивных обществ и учреждений. Напомним, профессиональная награда поддерживается разовыми и ежемесячными финансовыми выплатами. Следующие обладатели почетного звания станут известны в 2023 году. А в этот раз благодарностями губернатора области отметили также тех, кто сегодня прославляет Преамурье на спортивных аренах страны. С одной стороны, мы видим ветеранов, это те люди, которые сохраняют и передают традиции в нашем спорте, в нашем амурском спорте. И воспитали плеяду замечательных спортсменов с высокими достижениями. А с другой стороны, наши молодые спортсмены. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ.